Добренького! Сегодня обо мне невероятно познакомились. И в дополнение к лазерному станку, чтобы полностью показать все его возможности, прислали дополнительную коробку с образцами. Тут есть даже кое-что интересное. Такая маленькая фляжечка из нержавеечки. Обязательно сделаем на ней логотип канала. Самое основное и интересное, это, конечно же, фанера 4 мм, которая уже четко порезана по габаритам рабочего поля или сотового стола. Сотовый стол, кстати говоря, не входит в комплектацию к лазерному станку. Приобретается отдельно. У нас имеются пластинки с анодированным алюминием, имеются стекляшки, кусок акрила, скорее всего, толстого, очень толстого акрила. Пару легеньких деревяшек, я даже не знаю из какой это ни древесины, брелочки, стальной лист, бумага, наклеечка. И вот это все абсолютно неинтересно. Нас интересует лазерный станок и то, что вы получите сразу же при заказе в интернет-магазине. Встречайте, диодный лазерный станок Акмер P2 с мощностью лазерной головы 33 Вт. Имеют очень хорошую скорость 30 000 мм в минуту. Поставляется в картонной коробке с очень приятным принтом, но нас больше интересует непосредственно само устройство. Сверху нас встречает инструкция с такой же красивой картиночкой. Поднимаем верхний защитный лист и вот это уже поворот. Лазерный станок у нас полностью собранный. И это первое подобного рода устройство из Китая, которое приходит в таком состоянии. Обычно все в разборное. Штанги отдельно, блок управления отдельно. Нужно собирать, в принципе, ничего сложного, но все это собирается на одноразовые винтики. И если вдруг прикрутить что-то не с той стороны, обратному выкручиванию он уже не подвержен. Все, что находится в данной коробке, это базовая комплектация. Здесь у нас идут защитные очки в кофре. Дальше идет небольшой тубус с какими-то, я бы сказал, отвертками, но на эти отвертки забыли добавить наконечники. Ладненько, на самом деле это шестигранники, вот в таком исполнении. Далее штатно идет уже воздушная помпа, что, опять же, крайне редко бывает. В основном составе лазерных диодных станков и три коробочки. Все коробочки разных размеров, будем вскрывать и смотреть содержимое несколько позднее. Сейчас необходимо извлечь непосредственно само устройство. Итак, скидываем лишние ложементы. Их здесь немного. И, ну что же, вот оно, в принципе, наше устройство. Не хватает только лазерной головы и, скорее всего, она находится в этой коробочке. 33 Вт. В линейке Акмер их 4 штуки. 10, 25, 33 и 48 Вт, что невероятно мощно. Все собрано, все красивенько. Если смотрели мои предыдущие обзоры на данные лазерные станки, похожие лазерные станки, вот эти все провода у них болтаются непонятными шлейфами. Да, подкидывают стяжечки, которыми можно также увязать, но их всегда не хватает. Длина шнурков не выверена и всегда остается запас, это болтается петля. Итак, трубка воздушного компрессора непосредственно в голову, питание головы и линейные направляющие. Прошу обратить внимание, здесь идет рельса. Не какая-то там штанга непонятного цвета и фактура, которая будет прогибаться. Именно рельса. Это очень хорошо, будет хорошая жесткость. Ремни предустановлены, ремни опрессованы. Да, я уже отмечал, что собрать диодный лазерный станок, который приходит в разобранном состоянии, несложно. Выглядеть это будет примерно точно так же. Но заводская сборка, есть заводская сборка. И у меня всегда был вопрос по натяжке ремней. Здесь, по-моему, они натянуты слабо. Но, опять же, мы будем пробовать и тестировать именно в том состоянии, в котором он к нам приходит. Давайте поставим его на бачок, посмотрим, что располагается снизу. Итак, питание, воздушные помпы, флейм, перезагрузка, скорее всего, антенны на блютуз. С проводочки, опять же, все аккуратненько, все увязано. И, опять же, рельс идет и на диодную голову. То есть, здесь все идет на рельсах, все три оси. Переворачиваем. Органы управления. Кнопка аварийного остановки. Старт-стоп. Кнопка включения и подачи питания на диод. Что это за лампочка, мне пока что неведомо. Далее, у данного лазерного станка имеется несколько портов для подключения. Начнем с самого интересного. Сюда подключается дополнительная комплектация для драйверовки по окружности. Она подключается вместо оси Y. И здесь это выполнено достаточно просто. Вставили штекер, повернули тумблер. Все, работаем. Не надо нигде ничего пересовывать. Далее, с боковой стороны у нас подключение питания, сетевой выход на наш ноутбук. Также с передней части имеется слот под флешку. Возвращаем портал на место. Итак, вот она лазерная голова. Специальное окошко, сопло. Тут есть штанга, которая определяет фокусное расстояние от той заготовки, которую мы будем обрабатывать. Быстро съем для подключения воздушной помпы. В принципе, все. Воткнули нашу голову на место. Поджали флажок. Подключаем шлейф питания. Здесь не перепутываешь. Можно вставить только с одной стороны. Имеется специальный паз на дурака. И вставляем нашу воздушную трубку. Далее обдув. Поскольку это штатная комплектация, он подключается непосредственно к станку. Снизу у нас имеется выход. Устанавливается. И трубка подключается уже непосредственно сюда. И чтобы каждый раз не заниматься ерундистикой с пересовыванием вот этой мягенькой шланга очки из воздушной помпы, производитель у нас позаботился и поставил вот такую вот штуку. Дело осталось замалывать. Подкинуть два шнурка. Это питание и подключение к ноутбуку. И вставить флешечку. Так, а здесь идут уже штатные образцы. То есть, вот этот комплект непосредственно идет уже с самим лазерным станком. Здесь идет кусочек акрила. Здесь идет пробка. Также пару листового надиранного алюминия. Кусочек стали. И специальная табличка, на которой мы можем, точнее, образец таблички, на которой мы можем посмотреть, как он гравирует и как вырезает. На какой мощности и подобрать толщину, собственно говоря, заготовки. На первый взгляд, данная штука может показаться бесполезной. Но по ней можно ориентироваться, как на самом деле должен работать наш лазерный станок. Когда будем его подгонять непосредственно под нашу заготовку. Вот. Далее, скорее всего, здесь все необходимое. Да, блок питания для подключения. Сетевой шнур. И здесь должна быть флешка. И комплект ключей, конечно же. Поскольку здесь общее питание и питание лазерной головы идут от разных выключателей, нам никак не обойтись без ключика. Все, включили. Флешка, кстати говоря, вот она. Это адаптер для того, чтобы можно было подключить к букву. Еще идет такой проводочек, непонятный, для чего он нужен. Будем читать инструкцию, смотреть. Для того, чтобы подготовить станок к работе, нам потребовалось 5 минут. И это с распаковкой. Ну, если вдруг у кого-то возникнут трудности, куда какой штекер прессовывать, здесь есть инструкция с картиночками. То есть, вообще, все будет понятно. Ладенько, это все элементарно. Данные лазерные станки работают, в принципе, с двумя программами. Правда, был и уникальный, у которого была своя. Это лазер GRBL и Lightburn, которые немножко платные. GRBL очень сильно простенькая. Собрать нам ничего не пришлось, все уже готовенько, быстро накидали. А вот как будут обстоять дела с софтом. Давайте подключим его к ноутбуку, установим программку и попробуем. И минуточка тишины. В принципе, мне делать абсолютно ничего не пришлось. Я установил лазер GRBL, который был на флешке. Флешку непосредственно поставил в сам лазерный станок. Она должна в нем находиться. Все. Дальше он сам себя нашел, все увидел. Никаких дополнительных драйверов ставить не пришлось. На лазерных станках часто приходится ковыряться в софте, подключать как дополнительный принтер. Там нужен драйвер на непонятные лазерные станки. Здесь абсолютно никаких проблем. В принципе, можно приступать к тестированию. Само собой, для начала мы будем испытывать тот кусочек фанерки, который мне дополнительно положили в комплект. Итак, фокусное расстояние здесь составляет 5 мм, но мерить его абсолютно не нужно, поскольку идет специальная открывашка, которая все регулирует. Вентилятор охлаждения работает отлично, помпа работает отлично. Она еще идет на таких прикольных резиновых ножках. Мне прям нравится, как она танцует. Для начала попробуем простенькую гравировочку из того, что нам предлагает производитель. Не знаю, по каким причинам, но мне не нравится делать тестовые плашки, на которых мы определяем скорость и мощность для гравировки или резки. Я это делаю сразу по картиночкам. Включаем наш станок и... отправляем. Сейчас я поставил скорость 20 000 мм в минуту, и он движется достаточно резко. Мощность минимальная. Что же касается воздушной помпы, для гравировки она, в принципе, нафиг не нужна. Можно ее спокойненько отключать. Минуточку тишины. Да, каждый раз потом приходится искать лазерный станок непосредственно в программке. По краюшкам получилось все достаточно неплохо, серединка выгравирована не очень. Но это, скорее всего, связано с большой скоростью. Давайте попробуем теперь картинку посложнее. И да, в лазер ГРБЛ на обработку подобного рода картинок выходит достаточное количество времени. Это она еще не загрузилась, еще ждем. И ждать ее можно определенное количество времени. Ладненько, подключаем станок, пробуем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну что же, давайте подводить какие-никакие итоги. Сразу хочу отметить, что всю резку я оставил за кадром. Час мастерская проветривалась и до сих пор здесь полно дыма. Не оборудовано данное помещение вытяжками. А станок при резке выделяет очень много угарного газа. По той же самой причине я не делал гравировку на коже. Она неистово воняет. Гравировочка. Начнем с самых первых картинок. Да, первая была вот эта, но этот тестовый вариант не считаем. Хотя здесь тоже самое тестирование. Итак, скорость 60%, мощность 60%. Мы получили прям объемную 3D-картиночку. Мощность 60%, мощность 20%. Ну, просто гравировка. Если сравнивать, мне, конечно, больше нравится этот вариант. И если вышлифовать просто мелкой 240-й наждачкой-орбиталочкой, будет смотреться изумительно. После резки фанеру надо шлифовать. На ней остается клей, то есть она липкая. Если это вышлифовывается, все получается хорошо. Стекло. Как бы так сказать, не люблю я гравировки на стекле. Изначально попробовал подложить лист черной бумаги под низ. Поскольку прозрачные материалы, диодные лазерные станки гравируют неохотно. Именно по этой самой причине кусочек акрила в комплекте всегда идет черного цвета. На прозрачном вообще ничего не получается. Итак, я начал играться со стеклом. Сначала снизу бумага. Бумага снизу и отпечаталась, на стекле ничего. Потом закрасил маркером и... Ну, что-то получилось, какие-то разводы. По сути, назвать это полноценной гравировкой нельзя. Потом я начал играться с настройками. Увеличивал мощность, уменьшал скорость. И да, работы по стеклу возможны, но очень осторожно. Давайте положим его на тот же самый черный лист, чтобы было видно. Это было закрашено. Здесь ставил разную мощность, ничего интересного. Дальше я перешел в вектор, забросил растровые картинки. И вот да. Увеличивал мощность, увеличивал, уменьшал скорость до одного прекрасного момента, пока стекло от перегрева не лопнуло. В общем, нужно искать ту самую настройку. Поскольку гравировка на стекле меня вообще не интересует, я с этим заморачиваться особо не стал. Но что результат? Можно получить однозначно. Причем стекло не нужно красить ни во что. Просто ложим на сотовый стол и начинаем работать. Извините, кладем. Ну вот так вот, на вскидочку по опыту, гравировка на стекле не самая сильная сторона диодных лазерных станков. Этот конкретно может. Кстати говоря, по самому лазерному станку. Он очень быстрый. Мне понравилось, как он собран. Это я уже отмечал. И он такой, достаточно отзывчивый. Приятно с ним работать. Ну и как у любого диодного лазерного станка, нужно ловить направление. То есть задавать параметры, выставлять картинку и смотреть, куда она съезжает. То есть прежде чем начинаем гравировать, 10 тысяч раз все перепроверяем. И гравировка на фляжке тому прямое подтверждение. Тут все получилось. Однако мощность поставил большевату. И металл, он здесь очень тоненький, немножко повело. А вот он мой косяк. Я выставил фляжку, выставил картинку и не проверил. Даже в программке Laser Gerbil есть кнопочка Frame, чтобы проверить, как у тебя будет работать лазерная голова, по какому полю будет идти. Я немножко на это подзабил, поскольку делал несколько эскизов. И первоначальная картинка у меня сместилась. В остальном же потом выставил. И вот гравировка на металле. С фляжкой все получается отлично. Это вектор. Вот она, растровая картинка, также на металле. И если немножко играться с мощностью, ну цвета начнет, металл, металл начнет окрашиваться, цвета по безжалости. Можно получить синий, фиолетовый, красненький, ну и так далее. Это возможно в Laser Gerbil. Там... Не Laser Gerbil. В Lightburn. Там можно настроить области, которые будет мощность больше, в которой меньше. То есть цветные картинки на металле. Но до того момента, пока он не прожареет. Также меня всегда интересовало вот это вот, что такое. Изначально думал, что это какие-то наклеечки. Возможно, это они и есть. Как-то снимается, отдирается. В общем, на самом деле не знаю. Будем считать, что это бумага. Гравировка по бумаге вообще безо всяких проблем. У нас ничего не прожигается насквозь. Все получается аккуратненько. Отлично. Черный акрил, как я говорил, нет никаких проблем. Картинки получаются отличные. Качество отличное. Но все забивается мелкой пылью. То есть после этого нужно будет продувать сжатым воздухом. Или хорошенечко вытирать влажной салфеткой. Кстати говоря, это вытер салфеткой. Еще один лист бумаги. Первый, который я запорол. Вон он лежит. Тут у меня опять же векторовая картинка. Он там под черным слоем цветной. Получается прикольно. Вот если вот такие вот рисуночки делать в векторе. Вообще круто выглядит. И-и-и-и пробка. С пробкой получилось вообще прикольно. Она легенькая. Ну, мощность поставил большеватую. Прям черная. Видно, что пережег. Надо было поменьше ставить. Тут суть не в этом. Когда начала подходить лазерная голова к краю. Вот сюда вот. Поддув воздуха стал подкидывать эту пробку. То есть она у меня начала проворачиваться. Вот здесь по идее должен быть такой маленький флажок. Его растянуло. Ну, потому что пробка постоянно прыгала и сдувала. На таком маленьком сделать не очень хорошо получается. Но если будет большой лист, то без проблем. Кстати говоря, пробку он также легко и вырежет по этому самому кругу. Далее к ребятам из Акмара у меня есть несколько вопросов. Вот это что за древесина? Она невероятно легкая и достаточно прочная. Прям понятия не знаю, что это. Несмотря на то, что мы находимся в столярке. Разберемся позднее. Зачем? Вот что я с этим могу сделать? Вот как на него гравировку наносить? На древесину он навинесет гравировку. Я делаю. На буки, на дубе. На чем угодно. Подобными лазерными станками. Все отлично получается. Но вот это вот площадь. Ладно. Это еще полбеды. Вот этот кусок акрила. Вы его где-то украли что ли? Ну просто, у вас была ножовка, вы срочно отпилили. Для чего он нужен? Порезать этот акрил на лазерном станке? Да ну нафиг. Сделать гравировку? Ну опять же, для чего? У нас был маленький кусочек. Я его где-то торжественно уже протерял. Не важно. Но самое главное я его показал. Так вот, с темным акрилом все отлично. С прозрачным нифига не хорошо. По поводу резки фанеры. Данный лазерный станок с мощностью головы 33 ватта может резать фанеру 12 за один проход на минимальной скорости. Ну практически на минимальной. И на мощности 99%. Опять же, проверял на другом лазерном станке. Но с учетом задымления решил этот эксперимент не повторять. Тем более, зачем резать такую толстую фанеру на, в принципе, можно сказать, любительском оборудовании? Шестерка край. Вообще, с четверкой работает этот станок очень приятно. Рез тоненький получается, прям как волосинка. И вот на резке я остановлюсь поподробнее. Здесь выбрал недостаточную скорость. То есть, ее поставил достаточно большой. Было видно, что прям быстро идет. Но толщина реза прям вообще получается тоненькая. Все качественно, хорошо. Нагара практически нигде никакого нет. Но есть проблема именно с фанерой. То есть, не с лазерным станком, а с листом фанеры. Вот видите, он как выгнут вверх. То есть, если мы его ложим на плоский сотовый стол, ну вот так вот он лежал, край поднимается. Следовательно, сбивается фокусировка. Что получается при резке и гравировке? Правильно, все не очень хорошо. То есть, у нас линия становится толстенькая. Если здесь все аккуратненько, на плоском, при правильно выставленном фокусе, то при подъеме листа фанерки у нас получается линия несколько толще. И гравировка опять же расплывается. Да, ребят, я знаю, что вы старались. Положили мне вот эти брелочки. Извините, не использовал. Поскольку сделал свои. Ну вот, нарезан на том самом лазерном станке. Итак, смотрим. Сбитая фокусировка при гравировке. То есть, у нас один лист был приподнят, другой припущен. Вот, сбитая, вот она при нормальных настройках. То же самое при резке. Вон, все закопченное, черное нет, не это. Вот она. Сбилось у нас получается. Вот эти, кстати, тоненькие отметки, это от сотового стола. Неважно, отвлекаете меня. Так вот, сбилась фокусировка, все получается с нагаром. При нормальной фокусировке все получается ровненько и гладенько. Блин, самую гладенькую я на самом деле склеил. Вот она идет. Причем склеил криво, косо. Ну, для примера, просто показать. Также не использовал вашу колодзу карт из анодированного алюминия. Очень тоненького. С гравировкой будет все изумительно. К этому вообще претензий нет. То есть, при обработке мы снимаем вот этот тоненький слой краски. Алюминием не сделаешь ничего. Он не гравируется. У него большая теплопроводность. Сколько бы я не пробовал что-то с ним сделать, вообще без вариантов. То есть, алюминий остается гладенький. Краска, да, слетает. И мы получаем, в принципе, практически то же самое. И еще такой момент. Да, я понимаю, что должно быть все эпично, монументально. Поэтому кусок акрила вот такенный. Вот такенный же кусок стали. Блин. Ну, я пока что его не использовал, поскольку использовал то, что было в штатном комплекте. Проверил, как будет идти гравировка. На этом куске я обязательно еще что-нибудь сделаю. И, более того, я его применю в каком-нибудь из своих проектов. Тут толщина примерно 3, да, 3 миллиметра. Прям хороший кусок стали положили. По станку я, в принципе, все сказал. Все отлично, все работает. Еще раз отмечу, что здесь линейные направляющие. Это рельсы. И грекообразные, или как их правильно называют, не знаю. В любом случае, жесткость получается монументальная. Его не бьет, не ведет. Никаких проблем здесь нет. Портал не перекашивает, работает четко, без нареканий. И еще один такой очень интересный момент. Не забывайте обслуживать лазерный станок. Мы тут поработали всего-ничего, а уже все сопло у нас в нагаре. Это обязательно нужно сдувать и вычищать, чтобы лазерная голова работала долго и нудно. Радовала своего владельца своей работой. Так, по станку все сказал. Фляжечка. Разыграю среди подписчиков. Достаточно написать какой-нибудь комментарий. Через недельку выберу и отправлю ему. Только есть одна оговорочка. Обычно такие розыгрыши проводятся в телеграм-канале. Ссылка есть в описании. Подписываемся, не стесняемся. Под видео оставить не могу. Ютуб их почему-то банит, кстати говоря. В ближайшее время Ютуб начнет удалять вообще все ссылки в комментариях. Оставлены они автором или зрителям. Так что как-то так. У меня на этом все. До новых встреч.